Здравствуйте дорогие друзья! С вами доктор Алифиров. Сегодня по многочисленным просьбам трудящихся мы поговорим вот об этом замечательном растении, которое называется чистотел большой, по латыни хелидониум майус. Это многолетнее растение семейства маковых папайверацы, высоту вырастающая до 1 метра. Вот здесь видно, что это довольно большой у меня экземпляр, представитель данного вида. Имеющая гладкий круглый стебель, который отличительная черта чистотела, на изломе дает млечный сок, который на воздухе быстро превращается в такой желтовато-красновато-оранжевый сгусток. Ну, как молочко. Я не знаю, насколько здесь будет сейчас видно. Вот здесь видно неплохо. Сейчас я покажу. И, собственно говоря, забегая вперед, этот млечный сок, по сути дела, является основной лечебной частью данного растения. Ну, как я уже сказал, растение многолетнее, имеет вот такие вот очень нежные листочки со сложной листовой пластинкой, состоящие из нескольких долей. Листья неглубоко перистые, с таким вот очень аккуратным краем листочек, гладкий край. Снаружи темно-зеленые, с внутренней поверхности светло-светло-зеленые, почти серые, имеющие такое вот явно выраженное желкование листочки. У своих корней листья образуют вот такие розетки. Здесь они, эти листья черешковые. И, конечно, по мере вырастания растений, они постепенно засыхают, отмирают. И вот такое высокое получается растение. Корень данного растения мы видим такого ярко-оранжевого цвета. Корневище маленькое, ну, почти незаметное. Вот оно достаточно плотное, от него отходит множество волосовидных таких корешков. Цветки растения желтые, состоящие из четырех лепестков и множество тычинок. Видно, что множество тычинок из центра цветка выходит. Цветки собраны в нерыхлую кисть. Или, скорее, нерыхлый зонтик, так можно сказать. Сфера обитания данного растения – это затененные и даже солнечные участки близ различных канав, заборов, компостных куч. Кстати сказать, из-за того, что он любит расти вдоль всяких заборов и насыпей, его называют еще тынником. Вообще, народное название – бородавочник, ласточкина трава. Откуда взялись эти названия? Само название хелидониум от греческого слова «ласточка» свидетельствует о старинном воззрении на лечебные свойства и на мифы и легенды об этом растении. Считается так, что ласточка якобы соком чистотела и, возможно, другими частями этого растения лечит глаза своим птенцам, когда они еще совсем маленькие. И, кстати сказать, интересно, я прочитал Учхве Тхесопа в корейской медицине или в корейской народной медицине, наверное, у корейского народа народное название – цветок или растение новорожденных называют чистотел. Наверное, корень такого названия тоже вот где-то среди этих мифов, о которых я говорил. Так вот, хелидон – ласточка, ласточкина трава. Почему бородавник или бородавочник? Потому что основное применение в народной медицине для сведения бородавок млечным соком вот этого растения. Вот я в перчатках в основном прикасаюсь к нему и тем более ломаю стебель. Почему? Потому что млечный сок довольно едкий. И вот эта его едкость, она способствует уничтожению бородавок, попелом, различных кожных образований, даже застарелых мозолей. И в том числе злокачественных новообразований кожи. Это было и остается до сих пор основным показанием к применению данного растения чистотел большой. Ну, мы забежали немножко вперед. Но, как всегда, невозможно полностью четко регламентировать структуру изложения. Когда касаешься названия растений, название, как правило, отражает в том числе и его лечебные свойства. О химическом составе растения. Это типичное алкалоидоносное растение. Большое количество алкалоидов содержит чистотел большой. Больше всего алкалоидов до 4 с лишним процентов содержится в корнях. Существенно меньшее содержание в надземной части растения, в траве, в млечном соке. Не выше 1,87% по данным ученых содержится алкалоидов в надземной части растения. Тем не менее, даже такое содержание, почти 2%, это весьма-весьма приличное и значительное содержание алкалоидов. Понятное дело, что помимо алкалоидов данное растение содержит и органические кислоты, и сапонины, и кумарины. И, конечно, как большинство растений в цветках содержатся флавоноиды. Тем не менее, основная отличительная черта, основное свойство данного растения чистотел состоит в том, что он содержит именно алкалоиды, которые и сообщают ему его фармакологические свойства. Что же за алкалоиды содержит данное растение? Это в основном алкалоиды из ахинолинового ряда, такие как хелидонин, считается основным алкалоидом чистотела. Ну, легко понять хелидонию мавис, название алкалоиды хелидонин. Хелеритрин, различные радикальные изоформы хелидонина, гомохелидонин, метоксихелидонин. Кроме того, содержатся такие алкалоиды, как берберин, протопин, сангвиритрин, сангвинарин. И еще много других алкалоидов насчитывают свыше 20 наименований. Папавирин. И вот то, что данное растение относится к семейству маковых, очень красиво и явно, наглядно демонстрируется теми алкалоидами, которые содержит данное растение. Собственно говоря, многие лекарственные, фармакологические, но и токсические, к сожалению, свойства связываются с алкалоидами чистотела, которые очень похожи по структуре и по действию на алкалоиды мака, в том числе опийного мака. Например, хелидонин и протопин обладают анальгизирующим, анестезирующим, в том числе местно анестезирующим действием и даже наркотизирующим действием, очень похожим на действия попавирина и особенно морфина. Сходство по структуре с попавирином хелидонина, конечно, сообщает ему спазмолитические свойства, что весьма немаловажно. В отличие от морфина терапевтическая широта, то есть разница между максимально эффективными токсическими дозами для хелидонина, как основного химического ингредиента чистотела, терапевтическая широта гораздо больше, чем для морфина, что делает его менее опасным, что ли, с точки зрения использования в медицине для лечения. Безусловно, такое мощное воздействие на центральную и периферическую нервную систему не только на зоны головного мозга, отвечающие за восприятие боли, ну а также на продолговатый мозг, на сосудодвигательный центр, в частности, на двигательные нейроны. Такое мощное воздействие не может не характеризоваться побочными эффектами, весьма существенным при передозировках. Поэтому отравление чистотелом нередко проявляется угнетением центральной нервной деятельности и в том числе клоническими судорогами, спутанностью, нарушением сознания и, к сожалению, даже в тяжелых случаях могут вызывать смерть. Употребление, прием внутрь препаратов чистотела. Какие же еще фармакологические эффекты, на которые нам надо обязательно обращать внимание, которые создают определенные показания к применению данного растения? У чистотела выражена антисептическая активность, в частности, у сока чистотела и у других его препаратов. В том числе и фунгицидная активность. То есть данное растение обладает мощным противобактериальным действием и мощным противогрибковым действием. Конечно, речь в данном случае идет о локальном местном применении растения и препаратов, которые из него получаются. Растение за счет своих алкалоидов обладает выраженным желчегонным эффектом и даже до известной степени гепатопротективным. Хотя в моей практике были случаи тяжелого отравления чистотелом, при котором развивался токсический гепатит. Это были явные, конечно, передозировки, которые стали возможными и случились в ходе бесконтрольного и неправильного самолечения теми пациентами, которые в результате ко мне обратились и мне довелось их увидеть. С типичной желтухой, пожелтением кожных покровов и прочими «радостями» в кавычках. Я уже упоминал спазмолитический эффект. У чистотела традиционно приветствуется и очень часто обсуждается иммуномодулирующие действия, иммуномодулирующий эффект. И действительно, очень часто в контексте самых разных препаратов, в частности, например, препарата «Бластафак» и еще другого препарата «Украин», обсуждается выраженный иммуномодулирующий эффект, которые в том числе якобы и сообщают этим препаратам противоопухолевый эффект. Вот, противоопухолевое действие – это еще одно свойство, которое было обнаружено у отдельных алкалоидов чистотела. Хотя, конечно, вопрос прямого противоопухолевого действия чистотела до сих пор дискутируется. В частности, в эксперименте экстракты чистотела не всегда дают позитивные эффекты при проведении классических онкологических экспериментов. И обсуждается вопрос о том, что противоопухолевый эффект чистотела, возможно, связан с его иммуномодулирующим действием. Хотя, конечно, воздействие чистотела на бородавки, на какие-то неусы, на полипы, на кандиломы при непосредственном применении, при непосредственном соприкосновении этих препаратов, например, водных вытяжек свежего растения, сока чистотела, консервированного, спиртом сока, безусловно, имеет противоопухолевую природу. Следуя нашему излюбленному принципу ассоциаций, мы решим, а с чем же у нас в первую очередь ассоциируется чистотел. Мне кажется, всегда мы, когда говорим чистотел, мы представляем себе кожу, печень, злокачественное новообразование. И, исходя вот из этих ассоциаций, мы и будем сейчас рассуждать о показаниях к применению чистотела. Ну, во-первых, конечно, кожа. Само название чистотел, чистое тело очищает тело данное растение. Мы уже поговорили о том, что это средство в народной медицине используется для лечения бородавок, для сведения бородавок. Однако, различные кожные заболевания, и их, не знаю, наверное, подавляющее большинство, являются к показаниям к применению препаратов из чистотела. Какие-то дерматозы, какие-то детские почесухи, само собой, ну и даже такие грозные заболевания, как, например, кожное проявление красной волчанки. Ну, мы знаем, что это системное заболевание сонительной ткани, при котором страдает не только кожа, но и также бывают поражены почки, сердце, суставы. Но наружное проявление системной красной волчанки на коже является показанием к наружному применению препаратов из чистотела. Псориаз также является показанием к применению, и одна из в свое время достаточно знаменитых, но, я думаю, и сейчас не утративших, своей известности и знаменитости схемы лечения псориаза, разработанная таким травником советских времен по фамилии Галюк, там применяется наружная форма чистотела в сочетании с внутренним лечением. Для внутреннего лечения используют настойки травы чистотела, а для наружной терапии применяют препарат чистотела, что интересно, почему-то приготовлено на солидоле. Но есть также и более привычные наружные формы, в том числе и даже фармакопейные формы, которые в свое время продавались в аптеке, которые готовятся на ланолине и вазелине. Причем эта мазь, о которой я сейчас говорю, она применялась для лечения наружных форм туберкулеза. Здесь как раз мы видим, что объединяются различные фармакологические свойства чистотела. В первую очередь, наверняка, его антибактериальный эффект, о котором я уже говорил, антисептический эффект, то есть противомикробные свойства данного растения. В том числе с каким-то свойством, наверное, иммуномодулирующим местным, а также с какой-то его особенностью влиять непосредственно на кожу, на метаболизм различных кожных структур, клеток кожи, улучшать их активность, что приводит, наверное, к отторжению, уничтожению старых, ненужных, отживших клеток кожи, замещению их новой здоровой тканью. И спектр активности, наружная активность из чистотела весьма велик. Мы уже на примере хотя бы вот этих заболеваний можем посмотреть. Бородавки, кандиломы одно, а красная волчанка это уже совершенно особое состояние. Псориаз это третье состояние, которое связано в первую очередь с аутоиммунитетом. Туберкулез уже четвертый, то есть чисто микробное заболевание, в данном случае кожи. Но также надо вспомнить и о том, что чистотел применялся наружно для лечения различных форм кожного рака. Здесь разные по гистологическому строению бывает новообразование. Это бывают и базалиомы, и плоскоклеточные раки. Ну, меланомы, понятно, это близко к невусам и бородавкам, о которых мы уже упоминали, по происхождению. И вот все вот эти наружные проблемы, все эти наружные патологические процессы могут быть показанием к применению препаратов чистотела кожи. О коже поговорили. Теперь следующая ассоциация и следующая сфера показаний к применению чистотела. Печень. Гепатобилиарная система. Ну, собственно говоря, вот такое специфическое окрашивание цветков, желтое, и в том числе и млечного сока, желто-оранжевое, оно даже при незнании свойств растения всегда позволяет предположить, что у него есть какой-то печеночный эффект, как говорят в народе. Печеночное действие. Воздействие на гепатобилиарную систему, то есть на печень, на желчевыводящие пути, на желчный пузырь. Ну и понятно, что тут же недалеко и поджелудочные железа. Многие печеночные средства оказывают влияние на все органы, близ расположенные, или как старые гастроэнтерологи говорили, на органы дуаденального креста. То есть двенадцатиперстная кишка как некий центр этого креста. Горизонтальные перекладины этого креста. С одной стороны печень и желчный пузырь. Справа, слева поджелудочные железа. Выше стоящая или вышележащая перекладина желудок. Ну и еще дальше пищевод, понятное дело. И нижняя перекладинка. Это тонкий кишечник. И в дальнейшем и толстый кишечник. Но близ расположенные органы к двенадцатиперстной кишке, они действительно очень тесно связаны не только по анатомо-функциональному признаку, но и в том числе с точки зрения выработки двенадцатиперстной кишкой различных регуляторных пептидов, гормоноподобных веществ, которые оказывают влияние на выработку различных секретов в каждом из этих органов. То есть выработку желчью печени, на ее состав химической желчи, выработку поджелудочной железой ферментов и панкреатического сока. А помимо секреторных каких-то функций, также эти вещества, вырабатываемые двенадцатиперстной кишкой, они влияют на сокращение, если этот орган является полым. Так вот, многие растения, имеющие желтое окрашивание цветков, желтое окрашивание корней, то есть тех частей растения, которые в общем-то применяются в качестве лекарственного сырья, они нередко оказываются эффективными в отношении гепатобилиарной системы и всех органов этого дуодонального креста. И вот после такого экскурса в физиологию и фармакогнозию интуитивную продолжим все-таки о чистотеле. Чистотел является действительно старинным печеночным средством и его применение для лечения желчнокаменной болезни, применение в качестве желчегонного средства фигурирует достаточно давно в различных западноевропейских травниках, трактатах и в общем-то считается такое показание к применению чистотела, особенностью, например, немецкой фитотерапии. Собственно говоря, оттуда же оно перекочевало и в гомеопатию, потому что в гомеопатии препарат хелидониум, который получают из чистотела, он в основном имеет сферу применения, связанную с печенью, с проблемами печени и желчного пузыря. Однако, хочу подчеркнуть, что я об этом уже говорил, что неправильное применение чистотела вызывает у людей при передозировке токсическое поражение печени, токсический гепатит, который даже может сопровождаться желтухой. То есть для того, чтобы поражение печени перешло в фазу желтухи, надо в общем-то эту печень достаточно здорово потревожить, будем прямо говорить. Далеко не каждый даже вирусный гепатит переходит в желтушную фазу, а вот мне доводилось видеть случай и не один случай отравления чистотелом, сопровождавшийся желтухой. Следующее показание к применению чистотела – заполевание легких. Казалось бы, где чистотел и где легкие, немногие знают о такой сфере применения чистотела. Тем не менее, данное растение является хорошим противокошлевым средством. И когда мы вспоминаем о том, какие именно алкалоиды содержат чистотел, и что эти алкалоиды близки по своей структуре к морфину, а следовательно и кодеину, становится понятным, почему данное растение обладает замечательными противокошлевыми эффектами. То есть за счет содержания этих алкалоидов чистотел подавляет кашлевой рефлекс, что оказывается весьма-весьма-весьма полезным при некоторых формах кашля, связанных с раздражением этого центра кашлевого. И когда возникает необходимость в этом? В частности, например, это бывает необходимо при лечении коклюша, это бывает необходимо при лечении кашля у онкологических больных, когда причина кашля, то есть растущая опухоль, раздражающая рецепторы в бронхах, она имеет место, она не устраняется ничем, никакими отхаркивающими средствами и прочее, и нам ничего не остается, кроме как подавить этот кашлевой рефлекс, дабы дать человеку хотя бы спокойно ночью поспать и отдохнуть. То есть это ценнейшее растение вот с этой позиции, если на него посмотреть, и собственно таким эффектом обладает не очень большой спектр растений, среди них, конечно, маки, ближайшие родственники, то есть не только, конечно, опийный мак, который сейчас днем с огнем не найдешь, но и, например, мак самосейка. И вот данное растение чистотел, замечательное противокошлевое средство. Да, говоря о противобактериальном действии и антисептическом действии данного растения, мы, конечно, в основном говорили о том, что этот эффект проявляется при локальном его воздействии. И интересно мне показалось такое наблюдение или такая справочная информация, как то в некоторых регионах Сибири сок чистотела заготавливают, консервируют его спиртом и впоследствии, для чего они это делают? Впоследствии используют как местный антисептик вместо йода. Здорово. Но надо понимать, что никакого параллелизма с самим йодом как элементом химическим и соком чистотела безусловно нет. И еще один момент. Препарат чистотел, который продается в аптеке в маленьких тоненьких флакончиках, бесцветный, прозрачный, это средство не имеет никакого отношения к растению чистотел, потому что представляет собой смесь достаточно агрессивных неорганических кислот, азотные, например, которые обладают местным таким мощным воздействием и выжигают, по сути дела, какие-то бородавки, кандиломы и прочее. Просто это средство получило сходное с растением название чистотел, исходя из сферы своего применения. Ну, возвращаясь к чистотелу, конечно, мы должны поговорить о его иммуномодулирующем действии и противоопухолевом действии, которые, как я уже говорил, нередко идут рука об руку и нередко упоминаются в отношении одних и тех же препаратов, как параллельно протекающие или параллельно осуществляемые лечебные эффекты. Иммуномодулирующее действие чистотела, безусловно, оно имеется, и в частности, на примере системной красной волчанки и псориаза, при которой в той же схеме, например, галюка, чистотел применяется не только наружно, но и внутрь, как раз, вероятно, и фигурирует вот это свойство чистотела гармонизировать иммунную систему, приводить в порядок. Почему я говорю о гармонизации? Потому что все-таки заболевания иммунной системы весьма разнородны по сути тех процессов, которые происходят в иммунной системе. В частности, псориаз нередко сейчас рассматривается как аутоиммунное заболевание. То есть заболевание с достаточно выраженной такой агрессивной компонентой иммунной системы, при котором надо вот эту агрессию подавлять. То есть скорее иммуносупрессорный некоторый эффект должен иметь место. Но сказать, что чистотел какой-то иммуносупрессор не могу, скорее все-таки он гармонизатор, иммуномодулятор. И вот мне вспоминается один интересный рецепт, который мне рассказал травник на Дальнем Востоке. Иммуномодулирующий рецепт. Почему-то он назвал его тибетским этот рецепт, хотя при изучении Джудши, Вандурьянбо, Агинского Жора я, например, этот рецепт никогда не встречал. Ну, бог с ним. Назвал он его тибетским и ладно. На его совести останется. Так он предлагает бросать всего лишь 2-3 листочка чистотела в кастрюльку с горячей водой в объеме всего лишь одного литра. Получается очень неконцентрированный настой. Но при этом дозировка такого отвара по одному стакану 3 раза в день. В принципе, конечно, с 3 листочков, безусловно, отравление не наступит. Но будет ли эффект? Говорит, что да, есть. Я сам не пробовал. И вот этот иммуномодулирующий эффект, он проявляет себя при, например, профилактике вирусных инфекций в период массовых эпидемий, там, гриппа, скажем, ОРВИ и так далее. Безусловно, когда мы говорим об иммуномодулирующем действии чистотела, нам на память приходит препарат Бластофак, который в свое время разрабатывал исследователь советский по фамилии Продан. Получался этот препарат путем ферментации. Собственно говоря, я всю предысторию этого открытия рассказывать не стану. Желающие могут или кодию найти в интернете. Но речь шла о том, что чуть ли не случайно Продан обнаружил эффект ферментированного чистотела, но заинтересовался им и в дальнейшем стал уже целенаправленно искать лекарственную форму, которая в конечном итоге ему удалась. И препарат стал применяться с точки зрения усиления иммунитета и с противоопухолевой целью. К сожалению, мне в научной литературе ни в одной библиотеке, в реальной или в электронной не удалось найти концов этих исследований. Сомневаюсь, что дело в каком-то заговоре, как некоторые конспирологически настроенные люди бы сейчас сказали, что это проклятые КГБшники спрятали от нас все. Сомневаюсь, правда, всегда найдет свою дорожку к людям. Тем не менее, сейчас этот препарат не зарегистрирован у нас в фармакопейном комитете. И я знаю, что его выпускают и пытаются применять с противоопухолевой целью негласно. Говоря об иммуномодулирующем противоопухолевом эффекте и препаратах из чистотела, надо обязательно вспомнить препарат, еще один, который называется Украин. По названию понятно, что он был в свое время изобретен на Украине. Это тоже было в поздние советские времена. Исследователь по фамилии Новицкий, если у меня память не изменяет, это запад Украины, то ли Львов, то ли Ивано-Франковск. Впоследствии Новицкий с этими разработками эмигрировал в Австрию. И там был запущен процесс производства этого препарата. Исследования противоопухолевой активности Украины малочисленны и не очень, честно говоря, убедительны. Применять самому мне не доводилось, чтобы иметь собственное осуждение. Интересен такой момент по поводу химического состава этого препарата. Ну, понятно, что его делали из чистотела, каким образом. Брался экстракт растения, ну, где-то я читал корни, а где-то надземные части. И в определенных химических условиях соединялся с противоопухолевым средством театепа. Это средство до сих пор применяется в онкологии, для лечения гемопластозов, для лечения солидных форм рака. В частности, в Соединенных Штатах Америки это средство применяется. Я имею в виду театепа. И вот по заявлению Новицкого, театепа связывалась с алкалоидами чистотела. Если посмотреть на химическую формулу, театепа имеет такую крестообразную форму. И вот к каждому из этих перекладин креста театепа присоединялся один из алкалоидов чистотела. И якобы это сообщало весьма мощную противоопухолевую активность данному средству. Ну, еще раз говорю, что собственного опыта применения препарата этого у меня нет. Комментировать эти вещи не берусь. Что касается применения галеновых форм, то есть отваров, настоев, настоек, вытяжек из чистотела в онкологии. Безусловно, применяется и в народе нашем. Это одно из самых любимейших средств и одно из самых знаменитейших средств, используемых в онкологии. Не только для лечения наружных форм рака, бородавок, кандилом, папилом, базалиом, меланомы и так далее. Но и поражений внутренних органов. Насколько это эффективно? Ну, честно говоря, на мой взгляд, один чистотел в поле не воин, безусловно. Его обязательно надо применять с другими растениями. И действительно, в большей степени его эффект, вероятно, еще раз подчеркиваю, связан именно с иммуномодуляцией. Откуда я делаю такой вывод? Одна из моих пациенток в свое время находилась в медицинском институте в советское время, где проводилось изучение влияния водных вытяжек свежего чистотела на различные злокачественные и, кстати говоря, доброкачественные новообразования прямой кишки. То есть, брали измельченную свежую траву чистотела, 100 граммов, настаивали в литре воды. И потом вот этот полученный настаиванием препарат вводился в прямую кишку больным, после чего проводилась ректороманоскопия и регистрировались результаты. Вот упомянутая моя пациентка в это время находилась в клинике, где это проводилось, и участвовала в этом эксперименте как секретарь. Она регистрировала результаты, записывала те результаты, которые ей диктовал врач-исследователь, проводивший ректороманоскопию. И она при этом говорит, что да, доброкачественные новообразования уменьшались, но какого-то такого уж явного эффекта в отношении злокачественных опухолей вот эти клизмы не производили. То есть, есть некий диссонанс между наблюдениями чистотела на коже и эффектами на слизистых оболочках, в данном случае толстого кишечника. Хотя, можно было бы погрешить, что вот плохо работает высушенный чистотел, якобы, по наблюдениям некоторых исследователей, якобы сухой чистотел существенно теряет в эффективности своей по отношению к свежему соку. И самым таким лучшим эффектом обладают препараты свежего сока чистотела. Можно было бы погрешить на это, но я напомню, что клизмы делались с настоями свежей измельченной травы чистотела. Это лишний раз говорит о том, что растения по одиночке при таких сложных, по своему происхождению и патогенезу, заболеваниях, как онкозаболеваниях, растения по одиночке не применяются. Они должны обязательно друг друга дублировать, усиливать, когда применяются сильно действующие растения, сглаживать побочные эффекты друг друга. И за счет этого, конечно, мы можем добиваться наилучших результатов. Ну что же, надо, в общем-то, заканчивать про чистотел, потому что растение действительно замечательное, с огромным количеством лечебных эффектов. Но мы просто превышаем все уже возможные лимиты нашего времени. Давайте подытожим, какие же лечебные эффекты у чистотела имеются. Сферы применения чистотела. Первое. Наружное применение при самых различных кожных заболеваниях. От каких-то почесух, кончая раком кожи, аутоиммунными заболеваниями кожи. Второе. Мощное анальгизирующее и анестезирующее действие. То есть, работает как анальгетик центрального действия, подобно морфину. И как местный анестетик, подобно ледокаину и навокаину. Далее. Противокошлевое действие, подобное к кодеину. То есть, понижает возбудимость рефлекса кашлевого центра. Далее. Мощное иммуномодулирующее действие. Противоопухолевое действие. И масса других приятных эффектов в виде сосудорасширяющего, что немаловажно, например, для лечения гипертонической болезни. Желчегонного эффекта, ранозаживляющего эффекта, противобактериального эффекта, антигрибкового эффекта и так далее. Здесь можно поставить многоточие. Нам нужно поговорить еще о препаратах, которые готовятся из чистотела. Что является лекарственным сырьем? Естественно, лекарственным сырьем является вся надземная часть, как я уже неоднократно говорил. Трава с листом, с цветками чистотела. Но также и корни чистотела. Повторюсь, губить растение ради столь мелкого корня, даже если в нем в два раза больше алкалоидов содержится, на мой взгляд, несколько опрометчиво, если такая огромная зеленая масса нам доступна. Отдельно заготавливают сок чистотела. На соковыжималке его прокручивают. И сок этот либо используют сразу, либо консервируют спиртом по обычным методикам. Обычно добавляя на одну часть сока две части спирта. Траву чистотела высушивают в тени при хорошей вентиляции. И получается то самое фармакопейное сырье, которое продается в аптеках. Хочется обратить внимание, что трава чистотела, сырье очень-очень легкое. Поэтому, когда мы используем такие народные дозировки, как столовая ложка, чайная ложка, мы должны понимать, что вес этих дозировок очень отличается. Например, столовая ложка чистотела будет весить не более 4, максимум 5 грамм, а то и меньше. А, например, корень одуванчика будет весить 10-12 грамм столовая ложка. Поэтому надо обязательно видеть и чувствовать разницу. Сырье сохраняется, конечно, по обычной методике, либо в картонных, либо в деревянных коробах, в сухом, хорошо проветриваемом месте, без сильных запахов и так далее. Все, что касается для хранения растений, здесь актуально. Лекарственные формы. Первое. Водный отвар-настой, так скажем. Почему мы так говорим? Потому что принято чистотел немножко покипятить буквально в течение 5 минут в эмулированной посуде. Но после этого дать ему как следует настояться в течение 40 минут-часа. И получается такой настой-отвар. Отвар готовится он из расчета. Одна столовая ложка на стакан воды. Но при этом дозировка для взрослого из полученного отвара. Одна столовая ложка. То есть не треть стакана, как обычно, 70 мл. А всего лишь одна столовая ложечка для взрослого. То есть 15 мл. Безусловно, можно эти пропорции менять при приготовлении. То есть брать на стакан воды не столовую ложку травы, а чайную ложку. Это в три раза меньше получится по объему, ну и по массе соответственно. И дозировку тогда можно трехкратно для взрослого увеличить до трех столовых ложек. На прием. Три раза в день. До еды. Сок чистотела, безусловно, надо разводить водой, если он используется свежий. Если это консервированный сок, то просто его также добавляют в рюмочку с чистой водой. Капая по, например, 15-20 капель на прием. Так как растение ядовитое, оно требует большой осторожности при применении. И здесь весьма актуально так называемое тетрование дозы. То есть начало применения всегда выгодно делать буквально с одной капельки, чтобы понять, как человек, как пациент переносит данный конкретный препарат. А лучше, конечно, его применять под контролем врача. Препараты корня готовятся аналогичным образом, как и препараты из травы. Дозировки в два раза меньше, помятуя о том, что там алкалоидов в два раза больше. Ну и, конечно, средства для наружного применения обязательно надо упомянуть. То есть готовятся средства как на народных основах, где в качестве жировой основы выбирается, например, нутряной топленый свиной жир, смалец, либо на аптечных основах, таких как вазелин и ланолин. Готовится, как правило, это все на водяной бане из расчета 1 к 5. То есть берется по массе одна часть сырья чистотела на 5 частей мазевой основы. Спиртовые настойки, в принципе, тоже можно использовать с наружной целью. В частности, консервированный сок можно разводить водой, делать аппликации на салфеточках, смазывать. Готовить из консервированного сока мазь никто не запретит. По обычным технологическим принципам приготовления мази. И даже если кто-то хочет получить крем, почему бы и нет, просто подольше придется повозиться и его сложнее в домашних условиях приготовить. Спиртовая настойка, конечно, готовится из травы. Для этого берется 100 граммов травы на 1 литр водки, и настаивается в темном месте 10-14 дней. И после этого она применяется для взрослого по 15-20 капель на прием. Вопрос с тетрованием дозы от 1 капли также актуален. Ну вот, пожалуй, и все. О чистотеле будем закругляться. Замечательное растение, красивейшее, радует наш глаз своими золотыми цветками весной, летом. Знаменитейшее в сфере народной медицины, но в том числе в то же самое время и довольно опасное. Надо очень осторожно к нему относиться, и, конечно, все-таки стараться избегать самолечения, по крайней мере, при приеме этого растения внутрь. На этом пожелание и пожелание вам крепчайшего здоровья и оптимизма. Я с вами прощаюсь. До следующих встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok